Здравствуйте друзья, продолжаю серию обновления уроков по способам установки Home Assistant на мини-компьютер с Intel архитектурой. В предыдущем видео мы с вами познакомились с аппаратной частью mini-PK AC8N на процессоре Intel N100 и разобрались как на него устанавливать Home Assistant OS. А в этом установим полноценный Linux DBN12 и Supervised Home Assistant, функционально ничем не уступающий тому, что мы устанавливали ранее. Основным достоинством этого способа я является как раз операционная система, обладающая намного больше функциональностью, чем специализированная усеченная версия предназначена только для работы Home Assistant. Перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Сразу отвечу на вопрос, почему именно Debian 12, почему не Ubuntu, Mind или еще что-то. Все просто, это требование разработчиков. Все ориентировано именно на Debian и с ним точно будет работать. Все остальное, если есть желание, можете проверить самостоятельно на свой страх и риск. Будем использовать дистрибутив с официального сайта Debian, все ссылки и команды вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Я использовал этот образ Debian 12.2 AMD64, ISO файл который нужно загрузить, объем около 4 гигабайт. Для записи образа на загрузочную флешку, я использую бесплатное приложение Balina Itcher, ссылку на загрузку я также оставил в текстовой инструкции. Выбираем загруженный образ, указываем куда его записать, при этом данные на флешке будут уничтожены и нажимаем кнопку флеш. Ждем несколько минут пока образ будет распакован и записан на USB диск, после чего пройдет еще валидация корректности записи данных. После завершения записи, достаем флешку и подключаем USB порт мини ПК. Напомню, что меню быстрой загрузки вызывается нажатием клавиши F11 в начале загрузки. Подробнее об этом, а также как включить режим автостарта при восстановлении питания я показывал в первой части видео. В появившемся boot меню, выбираем USB диск с развернутым на нем образом Debian 12. Процесс установки происходит в графическом меню, которое мы выбираем на этом первом экране, ничего сложного тут нет, тем более что я подробно покажу все шаги. Начинается все с выбора языка, какой удобнее такой и оставляем, принципиального значения это не имеет. Далее выбираем страну местонахождение, в этом списке они не все, если вашей нет, то нужно перейти в конец меню и выбрать опцию другое. Тут сначала выбираем континент или регион, в моем случае Европа. Затем попадаем в полный список стран в нем, находим и выбираем свою. Далее следует выбор локалей, тут все как с языком, какая удобнее такую оставляете. И выбор клавиатуры, как вы уже увидели для операционки я везде выбрал английский язык и локализацию. Ждем пока загрузятся все необходимые компоненты. Далее система определит сетевые интерфейсы. Нашлись оба Ethernet порта и Wi-Fi все на месте, для сервера умного дома лучше всего использовать кабель, который нужно подключить к одному из сетевых интерфейсов, его тут и надо выбрать и нажать продолжить. После этого осуществляется настройка DHCP, получение IP адреса от роутера. Если на этом этапе у вас появится ошибка, значит вы выбрали не тот интерфейс. Вернетесь на предыдущий экран и выберите другой или переключите кабель. Имя компьютера в сети, можете оставить, можно указать какое-то свое. Имя домена не обязательно, в домашних сетях обычно никто это не использует. Далее устанавливаем и повторяем пароль для супер пользователя системы. Используйте то, что не сможете забыть или запишите его куда-то. Затем создаем нового пользователя. На первом экране задаем его полное имя, примерно в таком виде. А на следующем экране привязан к нему аккаунт, то есть логин, под которым вы будете заходить в систему. Теперь придумываем пароль для этого аккаунта. Пароли, как я и сказал, желательно запомнить или записать. Следующий этап распределение и выбор диска для установки. В этом меню выбираем второй пункт управляемая установка на весь диск. Сейчас в системе их два, внутренний SSD на него и будем ставить и USB флешка. Выбор метода разделения диска, я оставляю по умолчанию все на одной партиции. Теперь открылась структура диска, он уже разделен, так как на нем в ходе прошлого урока установлен Home Assistant TOS. Из коробки он имеет несколько другую структуру, но в любом случае тут выбираем весь диск. Создание новой пустой партиции на весь диск приведет к уничтожению на нем данных, подтверждаем. Физически партиция еще не создана, но в диалоге мы уже видим новую структуру диска. На этом этапе можно вернуться назад без потери данных, но у нас другая цель. Теперь выбираем не диск, а партицию, которая занимает все пространство. На вопрос как распределить пространство, выбираем автоматическое распределение, система сама сделает как ей надо. Снова появляется меню, которое уже было и снова выбираем все файлы на одной партиции. Теперь мы видим финальную структуру диска, которая будет после применения всех настроек, выбор стоит на последнем пункте, завершить распределение и записать изменения на диск. Последнее предупреждение, после него диск будет перераспределен физически. Соглашаемся и жмем далее. Теперь ждем пока завершатся все процессы, связанные с установкой базовой операционной системы. Следующий запрос насчет использования исходников для программного обеспечения. Использовать не только то, что записано на флешку, но и сетевые ресурсы, выбираем да. Далее снова возвращаемся к указанию страны, теперь для того, чтобы система могла выбрать наиболее оптимальные сервера. Я обычно использую каноническое зеркало Debian.org. Если в вашей сети для доступа в интернет используется прокси сервер, что для домашней сети большая редкость, то тут нужно указать параметры подключения, если нет, оставляем поле пустым. Ждем пока применятся новые параметры. Это запрос на участие в анонимном еженедельном опросе на самые популярные используемые пакеты. На этом сервере, рассчитанном под Home Assistant, мне кажется в этом особого смысла нет. Последние штрихи. Выбор дополнительного программного обеспечения. По умолчанию предлагается устанавливать графический рабочий стол и связанные с этим дополнением. С учетом функционального назначения, графика тут не нужна, я ее отключаю. А вот сервер SSH для удаленного управления очень даже нужен, его обязательно включаем. Финальная часть установки, с Debian мы практически закончили. Готово, система установлена, нажимаем продолжить для перезагрузки. Так теперь выглядит загрузочное меню, если ничего не трогать, то через несколько секунд автоматически запустится Debian. В принципе на этом этапе можно отключаться от монитора, но чтобы не искать IP адрес сервера на странице роутера, посмотрим его тут. Вводим логин и пароль пользователя, созданного при установке. Далее вводим команду IPA. Напомню, что все команды доступны в текстовом файле, ссылка в описании. На сетевом интерфейсе, к которому подключен кабель, будет присвоен роутером адрес, в моем случае 192.168.0.178. Поменять его можно будет потом из интерфейса самого Home Assistant. Далее все действия можно проводить с рабочего ПК удаленно, для этого нам нужен был SSH сервер. Я много лет использую простую и надежную в работе программу Patti, ссылку на нее вы найдете в текстовом файле. Указываем адрес сервера, порт 22 и тип соединения SSH. При первом подключении к серверу отобразится предупреждение, что его ключ не кэширован, это нормально, подтверждаем подключение, это разовая акция. Заходим под созданным пользователем и паролем. Переходим в режим root суперпользователя, вводим команду su и пароль, но не пользовательский, а тот что задали первым. Проверим файл с исходниками для обновлений, то что мы делали несколько шагов назад. Первой строкой тут идет CD-ROM, так система воспринимает флешку. Ниже идут пути на сервере Debian, все хорошо, обновляться будет нормально. Если бы мы на том шаге установки выбрали бы пункт не использовать сетевое зеркало, то тут была бы только одна строка первая. К слову говоря этот путь нам не нужен, так как флешку мы уже достали, поэтому я ее комментирую, указав в начале строки знак решетки. Для выхода нажимаем Ctrl X, затем клавишу E для сохранения и ввод. Теперь запускаем обновление пакетов. Я все скомпоновал в одну команду, она поочередно все проверит и обновит. Ждем пока завершится обновление всех пакетов до актуальных версий. Хоть это не обязательный шаг, но я рекомендую поставить пакет sudo. Он даст возможность выбранным аккаунтом переходить в режим root суперпользователя, используя свой собственный пароль. Пакет небольшой ставится быстро. Теперь нужно добавить созданного нами на этапе установки пользователя в группу sudo. Быстро и надежно это сделать руками, поэтому просто отредактируем соответствующий файл. Опускаемся вниз по файлу, пока не находим строку начинающуюся на слово root. Это собственно как раз полная права для этой учетной записи, это суперпользователь. Копируем эту строку, для этого ее нужно просто выделить мышкой, никаких Ctrl C нажимать не надо, только выделить. И на месте курсора под строкой нажимаем правую клавишу мышки, это вместо Ctrl V, для вставки из буфера обмена. Далее меняем имя root на имя созданного аккаунта, предоставляя ему те же права доступа, что и у суперпользователя. И снова Ctrl X, затем клавишу E для сохранения и ввод. Теперь можно выйти из под root вводя команду exit, пока мы не вернемся под свою пользовательскую учетную запись. И теперь используем sudo для входа в режим суперпользователя, однако, теперь нам не нужен его пароль, используем свой, от текущей учетной записи. То есть по сути между используемой ранее командой su и sudo, разница в том, что в первом случае надо использовать пароль учетки root, а во втором свой, пользовательский. Шаг, как я и сказал, не обязательный. Теперь нужно установить все необходимые пакеты, тут я тоже максимально оптимизировал процесс, собрав все в одну команду. Тут и то, что требуется для работы Home Assistant и для сети, добавил сюда и пакет для работы с Bluetooth адаптером. Пакетов тут собрано много, так что установка займет какое-то время, ждем. Среди прочих мы установили systemdresult, назовем это условно распознаватель для системы доменных имен, но для него нужно указать внешнее DNS. По умолчанию, в его конфигурации все закомментировано. Нам нужна строка, которая начинается с DNS, убираем решетку в ее начале. И после знака равно, я через пробел указал два адреса. Первый это адрес моего роутера, как основной DNS, и второй 4 восьмерки, это DNS Google как резервный. Ctrl X, затем клавишу есть для сохранения и ввод. Для применения настроек перезагружаем службу, теперь у нас все будет работать как надо. Следующий шаг установка докера. Если бы мы не настроили DNS, то тут мы бы получили ошибку о том, что имя getDocker.com не отзывается, так как система не могла бы преобразовать его в IP адрес, а так процесс запустился корректно. Докер необходим потому, что модули Home Assistant устанавливаются в виде отдельных контейнеров. Кроме этого, каждое дополнение создает свой контейнер. Супервайзер система, которая ими управляет и автоматизирует процессы установки, обновления, резервирования и удаления. Ждем завершения установки докера. Теперь приступим к установке Home Assistant. Для него сначала необходимо поставить сервис OS Agent. По ссылке в описании переходим в его официальный репозиторий и смотрим последнюю версию, на дату видео 1.6.0. Нам нужен файл, содержащий в своем названии кодировку x8664. Чтобы скопировать путь к нему, кликаем правой клавишей мышки на нем и копируем ссылку на файл. Качать его на рабочий компьютер не надо. Это делается в консоли при помощи сервиса vget, который мы кстати тоже установили в общем списке. Вот так выглядит команда vget и далее путь к файлу. Пример для версии 1.6.0 в текстовом файле. Это загружает файл из репозитория в домашнюю папку пользователя. Теперь устанавливаем этот пакет. Если имя файла изменилось, соответственно меняем его и в этой команде. Готово. Сервис установлен, ошибок нет, переходим к следующему шагу. Аналогично по ссылке в текстовом файле смотрим актуальную версию для самого Home Assistant. Тут есть один нюанс, все версии имеют одно и то же имя файла. Отличаются только пути к ним. На момент съемки актуальная версия 1.5.0. Этот пакет также загружаем при помощи сервиса vget. Пример команды для версии 1.5.0 вы найдете в описании. Как я и сказал название файла не меняется Home Assistant Supervised Deb, поэтому внимательно проверяйте путь к нему. Файл загрузился, остался последний этап установка самого Home Assistant. Все аналогично тому, как мы только что ставили OS Agent. Если вы все сделали правильно, то установка проходит без ошибок, которая маркируется красным цветом. Желтые строки предупреждения это нормально, тут ничего плохого нет, в этом легко убедиться просто прочитав то что в них написано. Вот адрес по которому будет доступен интерфейс системы. IP адрес сервера и порт 8123. Консоль нам больше не нужна. Вводим несколько раз команду exit, пока полностью не выйдем из системы, окно закроется. Вводим адрес который был показан в результате вывода скрипта, не забываем указать порт через двоеточие. Если страница сразу не откроется, не переживайте, попробуйте еще раз через пару минут. Вы увидите такую парковочную страницу, нужно немного подождать. Тут есть две опции, создание нового умного дома и восстановление из резервной копии. Важный момент, если вы хотите восстановить систему из бэкапа, при таком способе установки, на этом этапе делать это не нужно, будете долго и нудно ждать. Скоро покажу почему. В любом случае нажимайте создать новый умный дом. На втором экране создаем пользователя, аккаунт для входа и пароль, который если не надеетесь на память лучше где-то сохранить. Часто встречал вопросы о том, как восстановить забытый пароль. Местоположение можем пропустить, его можно настроить в любой момент. Страну нужно указать, это обязательный шаг, по ней настраивается локализация. Традиционно призываю всех участвовать в анонимном сборе аналитических данных, отмечайте все чекбоксы. На следующем экране система покажет то, что ей удалось сразу обнаружить в сети, список будет индивидуальным. Обратите внимание, что тут есть и Bluetooth и некоторые Bluetooth датчики. Это возможно, так как в список установленных пакетов включен ServiceBlues. Первый запуск системы. Этот экран также у всех будет выглядеть по-разному, в зависимости от количества обнаруженных устройств. У меня это несколько медиаплееров, пара Bluetooth датчиков и светильников E-Light. А сейчас разберемся с тем, почему я не рекомендовал восстановление из резервной копии на этапе первого экрана. После первого старта система имеет две ошибки, одна из которых критическая. Одна связана с тем, что супервайзер не имеет привилегированного доступа к докер. Вторая, неправильной версии докер C-групп. Как бы это странно не звучало, это нормальная ситуация, сейчас мы все быстро устраним. В этом же меню настроек, чуть ниже находим вкладку система. Зайдя в нее увидим, что в правом верхнем углу есть кнопка выключения питания, которая вызывает еще одно меню. В нем раскрываем нижнюю часть дополнительной опции и выбираем перезагрузить систему. Не Home Assistant, а всю систему на уровне Debian. Об этом и предупреждает появившееся окно. Подтверждаем свои намерения. И после этой перезагрузки обе ошибки исчезают, все в полном порядке. Вот вкладка системы, путь к ней я тоже оставлю в текстовом файле. Ошибок нет, установленная актуально на дату видео версия ядра и супервайзер. Пара предупреждений в журнале с желтым шрифтом нормально, главное чтобы не было ошибок выделенных красным. Этот же экран через полчаса. Новых предупреждений, каких либо ошибок нет, все в порядке. Теперь к вопросу о восстановлении из бэкапа. В меню настроек нам нужна та же самая вкладка системы. В ней находим пункт резервные копии и переходим в него. Здесь нам нужна кнопка в виде трех точек справа вверху. Тут есть пункт загрузить резервную копию на сервер. Который открывает окно проводника. Загружаем файл бэкапа, после чего восстанавливаемся из него. На этом этапе ошибок в системе нет и все пройдет быстро и корректно. Посмотрим еще меню сеть, которая находится в том же меню системы. Видны три интерфейса, два проводных и вай фай. Первый подключен к роутеру и получает адрес автоматически. При необходимости выбираем пункт статический и указываем адрес вручную. Аналогично можно сделать если подключить кабелем второй Ethernet указать ему свой адрес. Проверим или работает вай фай интерфейс, хотя мое личное мнение сервер умного дома должен быть подключен кабелем. Поиск точек доступа показал все что доступно в зоне досягаемости и в диапазоне 5 гигагерц и 2 и 4 гигагерца все работает. Как мы уже видели ранее bluetooth работает нормально, но можно посмотреть еще раз в меню интеграций. Панель bluetooth отображает сам адаптер. Устройства могут подключаться только после того как он появится в системе. Тут виден его адрес и название. А это то что он уже успел сам подхватить на начальном этапе, пару датчиков температуры и влажности и умные весы. Так что все интерфейсы мини пк работают корректно. Ну и в завершении урока о питании. Как вы помните из предыдущего видео, я подключил сервер к розетке с энергомониторингом. Базовое потребление осталось таким же в пределах 7-8 ватт. Пики приходятся на моменты установки системы, но не более 15 ватт. Температура выше 40 градусов Цельсия пока не поднималась. Для меня этот метод более предпочтительнее чем показанный в первом уроке, так как получив ту же самую функциональность Home Assistant, у нас вдобавок есть полноценная операционная система Linux DBN12. Тем более, что запас по ресурсам позволяет использовать дополнительные полезные сервисы, хотя злоупотреблять я не советую. Далее в планах обновление урока по установке гипервизора и развертывание Home Assistant OS в виртуальной среде. На этом все, надеюсь что обзор был вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки, они способствуют продвижению видео на youtube. Если вы еще не подписались на мой канал, самое время сделать это прямо сейчас. В описании под видео я оставлю ссылку на алиэкспресс где был куплен этот мини пк, там же вы найдете ссылки на текстовый файл инструкцию, другие видео которые я упоминал, либо подходящие к этой теме. По мере необходимости они будут актуализироваться. Приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал или фейсбук страницу и группу общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы, ссылки там же. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok